здравствуйте друзья по понятным причинам сегодня на параде в москве не было много техники было ее очень очень мало где-то ее большая часть потерялась наверное в украине но был танк т-34 из лаоса вот это легендарная т-34 к должна была что-то символизировать в голове у путина но символизировала она одну очень важную вещь потому что это т-34 к было тоже с подвохом с большим огромным подвохом частности общее известно всей планете земля что советский союз получал по ленд-лизу американскую сталь и соответственно это т-34 к было сделано из американской стали и сейчас я украинский историк расскажу вам исчерпывающий базирующий базируясь исключительно на научных и подтвержденных верифицированных признанных даже советскими российскими историками фактах расскажу о ленд-лизе кто в действительности выиграл войну и чтобы было без ленд-лиза и без украинцев советской армии так вот по поводу т-34 маршал советские георгий константинович жуков в послевоенных беседах с писателем константином симоновым заявил и заявил он об этих т-34 к следующий кстати говоря аутентичность этой записи подтверждена советскими спецслужбами это было расшифровано в 90-х годах и вот он что сказал записано 63-м году прослушивались органами безопасности вот что он сказал симонову вот сейчас говорят что союзники никогда нам не помогали но ведь нельзя отрицать что американцы нам гнали столько материалов без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли продолжать войну у нас не было взрывчатки пороха не было чем снаряжать винтовочные патроны американцы по-настоящему выручили нас с порохом взрывчаткой а сколько они нам гнали листовой стали это собственно говоря то что важно для производства этих т-34 разве мы могли бы быстро наладить производство танков если бы не не американская помощь сталью а сейчас представляют дело так что у нас все это было свое в изобилии и вот эти вопли могу повторить продолжались аж до 2022 года это что россия повторила мы увидели сегодня на параде танк из лаоса из американской стали и следует сказать что в свое время формально соединенные штаты поставляли эту продукцию в долг фактически даром в конечном счете американцы даже не рассчитывали на финансовое возмещение то есть было прописано таким образом что возвращается оружие которое небо не будет утеряно или повреждено серьезно во время боевых действий то есть по сути все даром и безвозмездно в качестве дара для борьбы с нацизмом боролись боролись с нацизмом но потом в сорок восьмом году премьер-министр великой британии у инстон черчилль сказал знаменитую фразу кажется мы прирезали не ту свинью вот и сейчас сейчас мир понял что украина которая в одиночку борется с российским фашизмом с пещерным российским фашизмом который называется рашизмом заслуживает на ленд-лиз не меньше чем те кто боролись немецким нацизмом в сороковом году а что же было в сороковых годах что же было собственно говоря тогда в количестве вот сейчас украина получает достаточно значительные уже объемы вооружения уже пошли сотни танков сотни артиллерийских систем уже идет речь о миллионе снарядов а что же получил советский союз во время второй мировой войны я говорю сейчас только и исключительно базируясь на научных исторических факторов и только об америке об англии я не буду упоминать хотя ее доля тоже где-то около 20 процентов от американской доли в помощи советского союза советскому союзу тоже очень значительно и вот американцы получить от американцев получили 375 тысяч грузовиков вместе с англичанами 400 тысяч грузовиков представьте себе более 12 тысяч 700 танков более 22 тысяч самолетов представьте себе боевые корабли 608 штук вот сейчас об украине говорят о миллионе снарядов советский союз получил 472 миллиона снарядов 15 миллион пар обуви практически на каждого солдата по американской обуви миллиард килограмма мяса то есть миллион тонн что это такое миллион тонн это где-то по 100 по 70 килограмм по 70 килограмм на одного солдата почти 400 тысяч тонн меди 320 тысяч тонн алюминия 90 процентов практически алюминия большую часть стали для брони танков половину всей взрывчатки и так далее и так далее вот это был в английском и украина сейчас начинает тоже получать достаточно хорошую поддержку вот собственно говоря о линвизе а теперь об украинцах об участии украинцев в войне во время войны принимала участие на стороне советского союза около семи миллионов от шести до семи если быть точными по разным оценкам миллионов украинцев три с половиной миллиона погибли из них на фронте много очень стала по вторая половина из половины стали были ранены инвалидами получили таким образом без семи миллионов украинцев чтобы произошло с советской армии надо спросить этот вопрос потому что советское время очень много рассказывали о сибирских дивизиях которые там приехали из сибири и спасли москву сколько было в тех сибирских дивизиях 15 или 40 тысяч человек а украинцев было 7 миллионов вот но я уже не говорю о выходцах из украинцев в руководстве военном ссср маршалы еременко маршал тимошенко маршал малиновский маршал черняховский маршал рыбалка маршал москаленко и другие другие очень и очень многие вообще в офицерском составе это при том что высший офицерский состав украинцев не очень-то и пускали но были такие целые подразделения где украинцев было большинство и среди офицерского состава и среди военнослужащих мест непосредственно 2072 украинца удостоены звания героя советского союза 3032 украинца дважды героя советского союза к же дуб и другие даже человек который знамя на рейхстах первый водружал тоже был украинцем я уже не говорю об эвакуированных на восток ссср предприятиях из украины боеприпасы военная техника и так далее и так далее и какая благодарность была от советского союза за все это благодарность была такая что советские власти решили выселить всех украинцев из украины то есть то что сейчас на расшизм российская империя делает на оккупированных территориях вывозит в сибирь украинцев эта идея сталина и приняли такое решение была такая приказ народного комиссара внутренних дел берии и заместителя народного комиссара того же самого жукова от 22 июня 44 года выселение всех украинцев в сибирь но не смогли реализовать это все потому что понимали что фронт бы обвалился это был сорок четвертый год просто боялись обвала фронтов советские генералы вот даже не генерала советское политическое руководство потому что генералы практически приняли разработку и выполнение этот этот указ и сейчас многие историки некоторые историки особенно российские некоторые даже украинские начинают рассказывать что ничего этого не было что это все этот приказ берия депортации жукова депортации украинцев полной депортации это все чушь но при этом самим генеральным секретарем цк кпсс на двадцатом съезде цк кпк точнее кпсс просто без цека в пятьдесят шестом году хрущевым было это все признано официально есть в материалах съезда украинцы избежали этой судьбы то есть депортации он говорил о депортируемых народах потому что их слишком много и некуда было выслать а то он то есть сталин и юбы выселил кроме того есть воспоминания американ и восприминания советские генералов которые получили соответствующий приказ и есть воспоминания американского госсекретаря статин news а который во время переговора в ялте сорок пятом году сталин ему так сказать прощупывал почву по поводу выселения украинцев вот но в то же время все-таки совок выселил около миллиона украинцы в сорок четвертом сорок девятом году и многих других народов тоже из украины и из других стран завоеванных это была такая благодарность украинцев со стороны советского союза ну сталин сам говорил что это его известная фраза что благодарность это собачье качество вот благодарность собачья они благодарность свинячьи потому что например у собак есть благодарности у свиней уже нет и материальные потери я уже сказал около 40 процентов всех общесоюзных материальных потерь пришлось на украину и украина оказавшись в эпицентре войны пострадала больше чем россия у которой пострадала только крайне западная часть чем германия франция или польша то же время украина унаследовала после распада ссср границы которые были в то время созданы фактически по результатам второй мировой войны и вот вот черчилль с этой своей знаменитой фразой что мы зарезали не ту свинью он еще сказал очень шикарную фразу которая относится к современности что фашисты будущего будут называть себя антифашистами вот фашисты и расисты будущего то есть настоящего я уверен что будущего у них нет они называют себя антифашистами и вот этот ленд-лиз который за который совок совершенно не благодарен вот это все гуманитарка вот эти ножки буша это все напрасно потому что сталин как я уже говорил сказал что благодарность собачье качество собака не кусает кормящую руку россия кусает но украина как известно не россия и мы очень благодарны сейчас и соединенным штатами другим странам которые очень много нам помогают вот пускай это не измеряется там десятками тысяч танков и самолетов пока пока но все равно этого бывает даже достаточно даже сегодня вот например братская польша нам поставила около 300 танков современных и это действительно большая помощь а латвия например передала все недавно решила передать все свои стингеры украине а вот и вообще первая партия стингеров которую передала латвия украине очень и очень помогло во время штурма россиянами гастомеля несколько вертолетов упало и остатки десанта немножко были этим разочарованы и сейчас в россии рассказывают сказочки как там героический десант откуда-то вышел но никто его найти до сих пор не может тех кто вышел из гастомеля вот и поэтому мы очень очень благодарны всем странам но в то же время надо понимать что украина ничего ни у кого не просит не клянчит клянчит это россия которая все время но это говорит снимите с нас санкций а украина получает ленд-лиз защищая себя и весь цивилизованный мир а чем расплачиваться за этот ленд-лиз будет украина до чем угодно хоть сибирью хоть залезь им хоть чем чем угодно вот а поэтому друзья в этот день знаем что без украинск без украинцев и без американской помощи немецкие танки оказались бы на тихом океане где-то там начале 42 года скорее всего но так не произошло вот и мы знаем благодаря кому а сейчас совсем другая история история когда ленд-лиз идет в правильном направлении и уже ошибок всяких повторять мир скорее всего не будет по крайней мере тех которые были совершены раньше поэтому друзья помогаем украинской армии помним что ленд-лиз это хорошо но до мелочей он не часто не доходит мелочи у нас в украине решаются волонтерством даже бюджет не всегда успевает за всяческими мелочами у нас который национальный принимается и поэтому у нас есть такая функция помогать очень оперативно нашей украинской армии буквально быстро моментально иногда гораздо быстрее чем всяческие военные институции через механизм волонтерства что мы собственно говоря и делаем и сейчас собираем опять на провода и переходники для установки одних очень важных вещей на очень важную украинскую технику с боец подразделения молодой собирает на это все для своего подразделения не только его карточка приватбанка 5 1 6 8 7 5 7 4 1 8 5 9 6 5 7 5 поэтому друзья спешим делать добрые дела вы будете вспоминать об этих об этом времени с гордостью и о своих действиях с богом до перемоги